В поисках глубокой связи между двумя душами мы часто сталкиваемся с интенсивными и конфликтными чувствами. В этом сообщении ваших ангелов мы будем говорить о боли невзаимной любви и надежде, которая остается благодаря вмешательству вашего ангела-хранителя. Даже если вы сейчас заявляете, что потеряли надежду на любовь, ваши ангелы объявляют сегодня о обещании встречи и взаимной любви. Это сообщение адресовано тем, кто чувствует связь душ-близнецов и учится принимать капризы судьбы. Если вы уже испытали любовь с первого взгляда или боретесь с идеей запретной любви, знайте, что у Вселенной есть для вас план. Ваш ангел шепчет вам, что терпение – ключ, и что, несмотря на моменты разлуки, надежда на любовь остается живой, готовой расцвести во взаимной любви, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы знаете тот момент, когда вы находитесь в эмоциональном переплетении. Точно так себя сейчас чувствует тот, кто целиком занимает ваши мысли. Внутренние конфликты бурлят внутри него. Одна часть его стремится перевернуть страницу, оставить прошлое позади, но это нелегкая задача. То, что вы пережили вместе, было ярким, интенсивным, и это оставляет следы, тяготеет в душе. Но другая часть, та, что говорит громче, что звучит сильнее, не готова сказать прощай. Это колебание не случайно, это не просто каприз. Оно возникает из связи, которую вы разделяете, настолько мощной и коренной, что даже сама Вселенная кажется не в состоянии разорвать ее. Правда в том, что вы, души-близнецы, в самом чистом смысле этого слова, души, которые узнали друг друга с первой встречи, с первой смены слов, которая все изменила. Вспомните о тех разговорах, которые изменили ход ваших жизней, которые превратили обычный диалог в вечную связь. Поймите, что некоторые отношения так особенны, что идея двигаться дальше, не оглядываясь, становится чуждой, невообразимой. Реальность ясна, нет просто, конца, не для чего-то такого реального и глубокого. Вот что говорит ваш ангел-хранитель, признайте глубину этой связи, потому что она редкая, истинная и, прежде всего, устойчива к испытаниям времени и трудностям. Итак, та особенная человек, она всегда думает о вас. Когда ночь опускается, и луна светит, ее мысли летают к вам. Это процесс самопознания, понимаете? Она там, пытаясь понять, кто она, живя настоящим, обнимая свою сущность. Утешение? Далеко не так. Ей хочется связаться с вами, но момент требует внутреннего взгляда, принятия. Энергия насыщена воспоминаниями. Каждое слово, которое вы сказали, каждая поделенная фотография, каждая мелодия, отправленная, все это звучит в ее уме снова и снова. И не думайте, что это было напрасно. Ваши выборы, ваши слова, все, что вы разделили, касалось ее сердца глубже, чем вы можете себе представить. Каждое сообщение, каждая улыбка, запечатленная на фотографии, каждый бит музыки, который вы выбрали, это не просто воспоминание, это отпечаток, долговременное впечатление. И вот что заставляет ее вспоминать, размышлять и чувствовать все снова. Это не просто тоска, это размышление, это эмоциональное воздействие. Вот оно, вот реальность того, что вы оставили позади, связь, которая не угасает, чувство, которое не утихает. В этом и заключается то, что делает все таким сложным и одновременно красивым. Вы как две стороны одной и той же монеты, отражая друг друга неожиданными способами. Противоположные полюса, да, но с сходством, которое превосходит различия. Слова, которые вы обменяли с этим человеком, не просто разговоры, они были преобразованиями. Вы переопределили ее понимание общения, о любви, о подлинной связи с другим существом. И все это произошло в мгновение, в мгновение волшебства, которое теперь кажется вечным. Поговорим о любви, это мощная сила, которая двигает горы, нарушает логику и часто появляется в самых неожиданных местах. Именно эта энергия заставила этого человека мечтать наяву о будущем рядом с вами. Брак, совместная жизнь, это может быть нежелание каждого, но для нее это четкое и яркое видение возможного завтра. Представьте себе интенсивность этого чувства, настолько сильного, что оно превратило акт представления себя на алтаре или в построении совместной жизни в нечто большее, чем просто мечта. Эта амбиция – возможный жизненный план, который она рассматривает с надеждой и желанием. Это показывает, какое воздействие вы оказали, эмоциональный след, который не исчезает со временем, который не размывается на расстоянии. Это доказательство того, что иногда любовь не просто стучится в дверь, но сносит барьеры и строит замки в воздухе. Она там, в середине рутины, окруженная друзьями или наблюдая за какой-то парой, и это, как будто, начинается фильм в ее голове, с вами в главной роли. Неважно, где она находится или с кем, идея того, что вы не рядом, кажется ей несправедливостью судьбы. Вы, со всеми качествами, которые она восхищается, стали мерилом, по которому измеряют всех. И ваш голос. Ах, ваш голос – это мелодия, которая осталась в памяти, звук, который она ищет среди любой беседы. Это не просто вопрос флирта, это гораздо больше. Это способ, которым вы взаимодействуете, невысказанные слова, подтекст каждого обмена взглядами, который остается с ней. Это танец воспоминаний и ощущений, которые она не может. Честно говоря, не хочет забывать. И это не только тогда, когда она бодрая, ваши разговоры, ваши моменты вторгаются в ее сны, оставляя неизгладимый след, эту постоянную жажду, которая превосходит физическое. Это эмоциональная связь, невидимая химия, тот неуловимый момент, который нельзя объяснить, но который ощущается всей силой. Даже в отсутствие, даже на расстоянии, то, что вы разделяли, настолько мощно, что продолжает пульсировать в ее сердце и уме, постоянное присутствие, постоянная мысль, надежда, которая не угасает. Это, более чем что-либо другое, определяет то, что она чувствует к вам, смесь восхищения, желания и глубокой связи, устойчивый к времени и обстоятельствам. Представьте себе жизнь как фильм без правильного саундтрека. Так она чувствует себя без вас. Разговоры, которые вы вели, полные смеха и искренних моментов, были идеальной музыкой к ее дням. Все приобретало цвет, каждый момент был бы достоин повтора. Теперь есть пустота, тишина, где раньше была радость и живое присутствие ваших слов. Она ощущает себя в рутине, которая кажется бесконечной, где работа и ежедневные обязанности больше не так ярко сияют. Почему? Потому что, в глубине души, она спрашивает, почему идти дальше, если это не рядом с тем, кем она действительно хочет быть. Это, как будто, она находится в зале ожидания, ожидая момента, когда все кусочки встанут на свои места, и вы, наконец, сможете быть вместе. Несправедливость – это слово, которое звучит в ее мыслях, когда она думает о расстоянии, разделяющем вас. Но есть что-то, что она несет в сердце, молчаливое обещание, которое говорит, что несмотря на все километры, разделяющие вас, любовь – это нерушимый мост. И это чувство подкрепляется глубокой верой в то, что существует что-то большее, что следит за тем, чтобы эта связь не потерялась, ангел-хранитель, обеспечивающий, что у вас есть вечная связь. Это любовь, это связь, даже в неопределенности, даже когда вопросы наводят смятение, есть уверенность, которая остается, чувство между вами – это постоянство, укрытие в любой буре. Это топливо, которое двигает ее, надежда на то, что, в конечном итоге, пути снова пересекутся, и все, что было пережито, послужит фундаментом для встречи. Это почти как жить в осознанных снах, где вы и этот человек являетесь главными героями. Вы оба здесь, в параллельных жизнях, ткачи разных реальностей, но все равно связанных. Да, возможно, время не было идеальным, но это не конец истории. Вы находитесь в стадии роста, совершенствования, создания эмоциональных и коммуникативных инструментов, которые будут необходимы в будущем. Интенсивность между вами ощутима, почти осязаема, и да, иногда она приносит вызовы. Это неожиданные повороты жизни, закругления на пути, которые заставляют нас расти. Болит? Конечно. Сложно? Без сомнения. Но каждое препятствие – это урок, скрытый под видом, шаг к личному развитию. Чувство несправедливости из-за того, что вы не вместе сейчас, может быть ошеломляющим, но, обратите внимание, эта дистанция намерена. Эта стратегическая пауза, не точка конца. Она готовит почву для еще более значимой встречи двух душ, которые, каким-то образом, знают, что они созданы друг для друга. Она здесь, укрепляется, прокладывает путь, ищет ясность и мир. А вы? Вы – солнце в ее солнечной системе, гравитация, которая держит ее в орбите. Все остальное – работа, семья, отношения, как фоновый шум по сравнению с тем, что она чувствует к вам. Да, ее жизнь – это буря, но в центре этого урагана, в самой гуще этого хаоса, находится ее тихое и постоянное желание к вам. И это, само по себе, много говорит о силе и постоянстве того, что существует между вами. Она готовится перейти невидимую границу, сделать смелый шаг в сторону аутентичности и открытого диалога. Правда, эту освобождающую силу готова поделиться. В ее глазах есть цвет ясности, и ее поза тверда и решительна, что говорит о том, что она готова, больше, чем когда-либо, говорить с уверенностью о том, что она чувствует. Это значительный прогресс, эмоциональное развитие, которое вы, со своим терпением и пониманием, помогли поддержать. У нее огромная благодарность перед вами, она готова выразить все, что желает, и этот момент откровения заряжен почти электрической энергией. Да, будет нервозность, тот холод в животе, который предшествует большим моментам, но это необходимое напряжение перед облегчением, тревожность перед радостью. На этой встрече, где слова будут тегти с честностью тех, кто пережил бури, вы начнете новую главу. Любовь, возможно, долго ждала в кулисах, готова взять главную роль в этой следующей сцене вашей жизни. Это предисловие к новому началу, обещание переписанной истории, где истина и связь станут главными действующими лицами. Перед вами трансформация, и она придет с открытым сердцем и душой, готовая отправиться в этот путь рядом с вами. Знаете это чувство, когда вы смотрите на Луну и чувствуете, что, несмотря на расстояние, есть непередаваемая связь. Вот что происходит между вами. Это может показаться жестом из старого романтического фильма, чем-то, что многие могут считать устаревшим или навязчивым, но есть причина, по которой она ловит себя, делая это. Луна стала символом, небесной точкой встречи для вас обоих. Это тихое напоминание о том, что, несмотря на все, вы разделяете одно и то же небо, одну и ту же Луну, одну и ту же связь. Она на пороге важного решения, одного из тех решающих моментов, которые меняют ход жизни. Когда вы, наконец, воссоединитесь, когда слова снова будут текти, эта беседа не будет просто обменом фраз. Это будет началом новой эры, мостом к состоянию мира и взаимопонимания. Этот первый разговор, заряженный значением и эмоциями, станет волшебным прикосновением, которое изменит отношения, выстроит планеты, принесет умиротворение после бури. Это словно Луна, со своим серебристым светом, освещает путь обратно друг к другу, сигнализируя, что настало время оставить сомнения и позволить себе этого соединения. Энергия, сопровождающая это решение, спокойно, обещающая и полна возможностей. Вы собираетесь отправиться в путешествие открытий, с Луной в качестве свидетеля этой красивой и обновленной связи. Интенсивность, это подпись этой связи, всегда была, всегда будет. Вы оба пережили бури, почувствовали острую боль разлуки, но теперь что-то меняется. Искра надежды начинает снова сверкать, и ей невозможно устоять. Кажется, судьба тянет вас обратно, словно сама жизнь шепчет, сдайтесь, у вас нет выхода. И вы чувствуете это, не так ли? Этот неуправляемый импульс быть с этим человеком. Вы даже можете попробовать идти дальше, пытаться стереть воспоминания, отвлекаться новыми лицами, новыми встречами. Но это не срабатывает. Закройте глаза, и вы снова оказываетесь погруженными в образы, сны, фантазии, в которых всегда один и тот же главный герой. И внутренний голос, настойчивый и истинный, я не сумасшедший. Это реально. Не каждый делает меня чувствовать себя так. Эти чувства, эти эмоции, которые у вас к ней, редки, драгоценны. Давно уже не было ничего подобного, возможно, это даже первый раз, когда что-то такое глубокое задело ваше сердце. Это больше, чем страсть, это связь, которая выходит за пределы обыденного, которая превосходит осязаемое. Это тот вид связи, который формируется только раз в жизни, тот, который, даже когда его тянут, никогда не разрывается. Эта связь, которую вы имеете, простирается дальше того, что видят глаза, это дело встречи душ. Не каждый день мы встречаем кого-то, кто не считает нас сумасшедшими за веру в что-то большее, будь то Бог, Вселенная или любая сила, которую вы чувствуете, направляющий ваш путь. Это взаимное признание, это редко, это мощно. И именно это вы делитесь. Чувство слышимости и понимания, это облегчение, благословение, и вы нашли это друг у друга. Подумайте о повседневности, просыпаться, работать, повторять. Другие люди могут входить и выходить из этого ежедневного танца, но им не хватает чего-то важного, магии, которую вы разделяете вместе. Она мечтает о простом времени с вами, спокойном дне, держа ваши руки, делая легкую прогулку, для нее это определение райского места. Представьте себе только сценарий неожиданной встречи, неожиданная поездка, постучавшаяся в дверь и слова «я здесь», полной неизменной любви. Правда в том, что любовь не угасла, она остается, несмотря на страхи и сомнения, которые царят в ваших мыслях. Вы задаетесь вопросом, может быть, она все еще думает обо мне? Все еще любит меня? И в тишине ваш ангел-хранитель шепчет утешение. Помните, быть человеком – это значит чувствовать, особенно когда есть перерыв в общении, когда молчание говорит громче слов. Этот перерыв не означает конец, а скорее глубокий вдох перед началом новой главы. И в самом глубине души вы знаете, что любовь, которую вы разделяете, – это та, которая не гаснет, она продолжает гореть, ждет подходящего момента, чтобы снова вспыхнуть и снова осветить путь вам обоим. В этот самый момент может показаться, что особенный человек в вашей жизни движется вперед. Но поверьте, когда она закрывает глаза, ее мысли направлены прямо на вас. У нее есть искреннее желание разделить жизнь полную радости, смеха и незабываемых моментов рядом с вами. Это искреннее стремление, желание создать будущее, где вы оба являетесь главными героями красивой и живой истории. Если бы она могла, в одно мгновение, оказалась бы рядом с вами, живя этой мечтой, которая так сильно живет в ее сердце. Это суть сообщения, которое ваш ангел хочет, чтобы вы приняли сегодня. И если, слушая это, что-то откликается внутри вас, если вы чувствуете, что эти слова нарисованы цветами вашего собственного чувства, поделитесь с нами. Оставьте свою реакцию, свой комментарий, расскажите нам, как это сообщение задело вашу душу. Любовь, которую она чувствует, это та, которую не встретишь на каждом углу, она редкая, она драгоценная. И если вы узнали себя, введите 555, если увидели отражение своей собственной истории в этих словах, введите 1010 и поймите, что это потому, что чувство реально, сильно и заслуживает признания. Я благодарю вас за то, что вы здесь, за то, что связываетесь с этим сообщением. Ваше присутствие ценно, и это удовольствие иметь вас в этом пространстве обмена и сочувствия. Поделитесь своей любовью, своим светом и до следующего раза, когда наши пути пересекутся. Берегите себя и до следующего видео. Аминь.